Вечер добрый всем, кто смотрит РГВК Дагестан. В эфире авторская программа «Точка зрения» и с вами я, Улубий Арбалатов. И сегодня у меня образовательная точка зрения. Следующий 2022 год указом главы Дагестана объявлен годом образования. Вообще радует, что в последнее время сфере образования стали уделять больше внимания. Так, в целях привлечения молодежи в науку еще летом был увеличен размер грантов главы Республики Дагестан. Дано поручение об учреждении именных стипендий молодым ученым. Кроме того, на прошедшем на днях заседании Совета по науке и образованию Сергей Меликов сообщил, что с 1 января будет увеличен размер именных стипендий с 1 тысячи рублей до 3 тысяч для студентов и с полутора тысяч до 5 тысяч рублей для аспирантов. Это, несомненно, обрадует тысячи молодых дагестанцев, реально стремящихся к знаниям. Расскажу только об одном из них. Это ученик Каспийской школы номер 2 Саид Азизов, который стал победителем международного конкурса по искусственному интеллекту. Его проект, представляющий демо-версию программы для глухонемых, оказался лучшим среди двух тысяч работ со всего мира. Отрадно, что Саида поощрили не только морально, но и материально. Председатель правительства Абдул-Патах Амирханов подписал распоряжение о выплате ему премии в размере 100 тысяч рублей. Возвращаясь к заседанию Совета по науке и образованию, отмечу, что в Рио министра образования и науки Яхья Бучаев представил на нем концепцию развития образования республики до 2030 года. Наверное, это хороший документ, но люди несколько устали от различных анонсируемых программ и проектов. Они хотят видеть не планы и отчеты, а реальные дела. Что же касается Бучаева, он хороший практик и знает проблемы в этой сфере. Однако ему одного будет трудно изменить ситуацию к лучшему, без поддержки на всех уровнях. Остановлюсь, пожалуй, на самой злободневной и застарелой проблеме. Это существующая система стяжательства в школах и детских садах. И это при том, что сейчас не 90-е годы прошлого столетия. Система образования финансируется на достаточно высоком уровне. Однако руководители образовательных учреждений, не всех, подчеркну, продолжают незаконно собирать денежные средства с родителей на ремонт, на охрану и так далее. Я уже не говорю о том, если родители хотят устроить ребенка в более удобную им школу или детский сад. Тут уж без взятки точно не обойтись. Вообще в этой коррупционной связке вина не только берущего, но и дающего. Так мы никогда не победим коррупцию, если обе стороны будут приходить взаимному согласию. Теперь о другом. В социальных сетях широко обсуждается заявление руководителя Следственного комитета России Бастрыкина о том, что нужно отменить единый государственный экзамен и вернуться к советской школе. Почему именно это он сказал? Вопрос второй. Но сама тема острая. Вот у меня ЕГЭТ тоже вызывает двойственные чувства. Склоняюсь к вступительным испытаниям в каждый конкретный ВУЗ и советскую систему образования считаю лучшей в мире. Об этом я говорил Владимиру Путину еще в 2002 году на его пресс-конференции в Кремле, когда только-только начинался эксперимент по внедрению единого государственного экзамена. Президент страны, отвечая тогда на мой вопрос, привел следующий аргумент, что выпускники школ даже из самых отдаленных уголков России получат возможность поступать в лучшие ВУЗы страны. Подтверждение этого аргумента я увидел лично. Так, например, моя дочь поступила по результатам ЕГЭ в один из лучших ВУЗов страны, финансовую академию при правительстве России. Теперь она магистр политологии, успешно работает в Москве. Так что с ЕГЭ не все так однозначно. Может, просто нужно сделать так, чтобы его результаты были реальными и достоверными? Но как? Ведь деньги у нас пока еще решают все. С моей точки зрения, в высшей школе должны учиться только те, кто действительно хочет учиться. Извините за тавтологию. Но как это сделать? Вот в чем вопрос. А у меня на сегодня все. Всего вам доброго. Будьте здоровы.